Это моя племянница. Я ее видела вот с такого возраста. И она все время рисовала, рисовала и рисовала. Все время. То с красками, то с карандашами. И все время рисовала. Вот и получился вот такой вот большой художник. Этот особенный день своей жизни художница Мария Лисиченко запомнит, пожалуй, навсегда. В пайе второго этажа Дворца культуры Мир собрались ее друзья, учителя и ученики. Они пришли сюда, чтобы увидеть все те работы, над которыми она трудилась днями и ночами на протяжении многих лет. На выставке представлено 100 работ, которые отражают многогранность таланта Марии. Портреты, пейзажи, натюрморты, графика. А вот на этих картинах центр города, летняя эстрада, всем хорошо известная, и Первомайская улица, которая узнается без труда. Выставка – это не просто демонстрация картин. Это отдельный мир. В каждом произведении отражена целая палитра эмоций и переживаний художницы. Мария разделила работу по своим жизненным периодам. Из этих отдельных картин, отдельных историй можно сложить единую картину ее судьбы. Ну вот пишется-то недолго, допустим, чисто технически заполнить краской. А вот сам сюжет, например, этому сюжету, до того, как я его написала в картину, он больше 10 лет был. Там все что-то по черкушке делаешь, но намереваешься, пока не созреет уже окончательно. Готовить выставку начали за две недели до открытия. По вечерам постепенно картины занимали свои места, появлялись подписи. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за этим таинством и своими глазами увидеть, как Мария готовится к столь важному для себя событию. Около 100 картин. Если получится все уместить, так вот и будет. По-моему, вот в нашем списке для подписей как раз 100 картин. Ровно. Включаю, конечно, вот эти все и маленькие. Есть такие маленькие картиночки, которые я очень люблю сама. Лично для меня ценные. Картина, нашедшая в выставочном зале свое место одной из первых, посвящена городу Латкарина. На ней запечатлен ярко-красный закат позднего лета. Произведение было написано художнице в юности и прекрасно передает ее настроение того периода жизни. Рядом два автопортрета. Один Мария нарисовала в 16 лет, а вот второй перед этим Новым годом, буквально в декабре. Вообще вот этот вот юный портрет надо пролить, а этот бы так оставить. Да, его и оставлю. Мария является членом Творческого союза художников России. В 1997 году окончила Московское академическое художественное училище памяти 1905 года. В 2005-м Московский художественный институт имени Сурикова. С этого же года официально началась ее преподавательская деятельность. Я вижу, как она преподает. И она очень крутая преподаватель и художник. Потому что, чтобы преподавать художникам, надо быть художником в квадрате. И по ее работам это видно. Потому что есть учебные работы, вот 11-летние, да. И люди не верят, что так может девочка 11-летняя рисовать. Мария обладает огромным количеством знаний в области живописи и скульптуры. Этот накопленный опыт позволяет ей в полной мере проявлять свою самобытность. Принимать смелые решения и следовать своему пути. Передавая с помощью кистей и красок собственные чувства, мысли и переживания. Она очень добрая. Она кажется скрытной. Но на самом деле она любит давать информацию. Любит давать информацию даже о себе. И вот очень интересно с ней общаться. Даже на параллельные темы. И параллельные. Не об искусстве. О ней, о жизни. Очень хороший и добрый человек. Друзья и учителя Марии уверены, впереди у нее новые творческие успехи и, конечно, новые картины. А вот какие, этого пока не знает даже она сама. Настроение меняется. Люди вокруг меняются. И поэтому работы будут меняться тоже. Пока есть в тебе любовь к этому делу. И вообще любовь, вообще говоря. То будут и работы, конечно. Какие мы увидим. Это, знаете, как бы всегда приятный для меня лично момент. Увидеть, наконец, и удивиться. Вот, оказывается, какая должна быть работа. Поэтому какие они будут, не скажу. И даже пытаться не буду. Экспозиция открыта для просмотра с 16.00 до 20.00. В Дворце культуры Мир. Посетить ее может каждый желающий в любой день до 29 января. Максим Морозов, Алексей Устинов, Александр Тестов. Новости Латкарина. Новости Латкарина. Продолжение следует...